Здравствуйте, глубоко уважаемые любители лётных видов спорта! Что таким добрым утром может беспокоить Волкова в небе, когда улетает в волне? И поверите! Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж. Вчера вечером мне написал друг новость. Волков, а ты знаешь, что у вас во Франции запретили платья абаи? Что за бабаи какие? Что за платья? Я здесь при чём? Он говорит, ну вот, ты же всегда пишешь, что во Франции так хорошо, что вы же, как это, вы же не хотите, чтобы было... Ну, а нам наш, так сказать, вождь говорит, а вы же не хотите, чтобы было как во Франции? Ну, вы право, что хочет, то и говорит будет вообще много. Так вот, и тут какие-то платья абаи. Оказывается, я потом прочитал эту новость, во Франции вчера, ну или там, в принципе, запретили носить в школах религиозную одежду. Ну, там, когда-то, до этого, какой-то там хиджаб, я в этом не очень-то разбираюсь, поэтому в подробности сдаваться не буду. Но запретили там, не знаю, лицо закрывать вот так вот и ходить в школе. Ну, что, в принципе, логично. Школа, в принципе, светское государство... Франция светское государство, а школа это то, где учат детей в светском государстве. Поэтому, если дети находятся в общем пространстве, то, по меньшей мере, глупо подчеркивает какую-то свою личную религиозность, еще что-то. То есть, это уже позиция государства. Государство говорит, я светское государство. В этом случае ни в каком месте, ни в, так сказать, органах власти, в которых работает кто-то, ни в школах, ни в вузах, нигде не должно присутствовать ярких религиозных, так сказать, элементов. Логично? Логично. Мне кажется, что вот это абсолютно правильное решение, убирать религию, этот опиум для народа, из органов власти светского государства, из школы, из всего этого, потому что оно там не нужно. Если государство не светское, ну, мы там, мусульманская там какая-нибудь республика. Ну и все, вопросов нет. Значит, в мусульманской республике все ходят в там, в чем хотят и так далее. И это нормально, ну тогда, извините, нужно, как это, или крестик снять, или трусы надеть, что-то одно. Поэтому я абсолютно поддерживаю. Мало того, я, честно говоря, вот этому противопоставлению, а вы хотите, чтобы было как во Франции? Да во Франции классно. Первое, что французы, в принципе, имеют право бороться за свои права. И это еще со времен, там, первой революции, да, конечно, голов покрошили много, да, гильотина работала исправно, да, там, действительно, море крови и так далее. Но в результате этой, ну, там, не знаю, Первая мировая война, потом там, в Советской, в Царской России революция и так далее, там, гражданская война, там покрошили не меньше, только, в принципе, бестолку. Так вот, здесь за долгие годы сформировался некий институт возможности протеста у народа. То есть, если что-то сильно не нравится, то можно об этом сказать, и, в принципе, власть всегда вынуждена как-то все-таки с людьми считаться. Конечно, современные политтехнологии сводят на нет это все, но возможность протестовать, возможность выразить свое мнение, она, скажем так, священна. Это принимает, конечно, уродливые формы. Например, когда начинают, там, жечь машины на улице, крушить, там, магазины и так далее, но нужно понимать, что это, наверное, все-таки не настоящие французы, а вот эти все крушения машин и прочее, как раз выполняют, ну, беднейшие слои населения. Ну, можно так вот ярко сказать, быдло. То есть, быдлу, если говорить, что там кто-то начал протестовать, а быдло думает, и, о, сейчас-ка можно грохнуть, можно машинку сжечь, просто повеселиться, поржать. А второе, можно там, не знаю, грохнуть в витрину в юрилерном магазине, набрать себе ништяков всяких. Вот это вот, ну, что вы будете с этим спорить? Ну, да, постепенно в больших городах быдло становится больше, потому что, в принципе, социальная политика страны к этому ведет, потому что приехали, получили пособия, дальше нарожали детишек побольше, чтобы пособий было больше. И так я видел некоторые семьи, так они и живут, они размножились, всем хватает, возьми чуть-чуть севернее, правее возьми, потому что тебя из волны сдуло. Вот, делай из этого поправку, вот, видишь, облако-роторное справа, вот-вот-вот перед ним, вот-вот, молодец, давай, очень хорошо ты все делаешь. Сейчас, чуть-чуть правее, и на правый галс уходим, перед облаками держись. Давайте не будем об этой всей фигне, ну, просто если, я видел нормальные протесты французов, вот у нас сельский регион, не дам соврать, бедный сельский регион, но здесь нету, так сказать, вот этого, как бы помягче сказать, ну, будем называть быдла. Быдла здесь нету, просто потому что, чтобы здесь жить, нужно работать. То есть здесь нету, ну, может, пособия и можно получить, но больше шансов тебе дадут работу. Ваше пристальное внимание на депрессивный французский регион, в котором нет налогов на жилье, например, потому что для того, чтобы он развивался, решили, что будут такие налоговые всевозможные льготы. Почему? Потому что здесь сложный климат, довольно часто возвратные заморозки, виноград растет хреново, яблоки раз в три года вымерзают, государство, как может, помогает компенсируемой фермерам расходы, потому что у Франции принцип полностью обеспечивать себя продовольствием, поэтому, невзирая на расходы, компенсируют они это из других отраслей, там, какой-нибудь атомной промышленности, еще чего-нибудь, еще чего-нибудь. Но в том смысле, что вот регион дотационный, если так можно было бы сказать, но на самом деле вполне здесь все нормально, здесь туризм сейчас очень активно развивается, вот городок наш, серп, признан каким-то очень красивым городом и выделены большие миллионы на то, чтобы его привести совсем уж в порядок. Поэтому здесь работы много, здесь не то, что депрессивный, потому что никто не работает, а потому что работы много, людей мало, тем самым стимулирует потихонечку сюда переселение, так сказать, тем, что вот, какими-то льготами опять же. И многие действительно покупают здесь дома, как дачи, приезжают, многие покупают, сдают жилье в аренду, развивается туризм, ну, все вот потихонечку, все спрашивают, а чем же здесь люди занимаются, вот не поверите, вот все эти домики, вот там живут люди и все работают. Здесь на пособия живет очень немного народу, пособия все на основном в больших городах, а-ля какой-нибудь Марсель, там Леон, Париж, вот там как раз вот людей, которые размножаются активно, живут на пособии, их полно. Я ни в коем разе не расист и так далее, я не буду обсуждать тему, кто лучше размножается и прочее, но вы сами прекрасно знаете, как и что происходит. Так вот, если уж люди решили активно размножаться и жить на пособия во Французской Республике, то будет, конечно, нихреново, если бы они будут уважать законы Французской Республики, как то светское государство. Смотрите, я, например, лечу в шортах, и чё? И меня теперь, вот как это, ругать кто-то будет? Нет, потому что светская страна, мужчина может ходить в шортах. Вы не поверите, но в свое время Олега Константиновича Антонова взяли в корму за то, что он ходил в шортах. Его привели в милицию, и потом, только выяснив, что это известнейший авиаконструктор, так сказать, его отпустили. Потому что в Советском Союзе тоже считалось, что, ну как в шортах, шорты это какая-то ужасная, как может мужчина ходить, там, грубо говоря, без штанов в трусах? Что это такое вообще? Но в здоровом обществе, то есть мы, наверное, от логики какой-то, то есть логика такая, жарко, обычно летом жарко, мне летом жарко, мне нравится ходить в шортах, чтобы мои ноги проветривало воздухом, и все мне было хорошо. Другой человек будет ходить в штанах, и это тоже нормально. И в современном мире, там, существует определенная одежда, которая, ну, не знаю, какие-то общемировые ценности. Я понимаю, что шорты в определенной версии тоже могут быть ненормальными, но, в принципе, на то оно и государство, чтобы определять, что нормально, а что нет, потому что государство, есть какие-то органы власти, которые прислушиваются к народу. И народ, который вот живет вот здесь во Франции, сильно этому народу не нравится, например, что какой-то чеченский юноша зарезал учителя, который нормально рассказывал о том, что, ну, вот, там была газета, в которой сделали карикатуру, там, на мусульманскую тему, и, значит, расстреляли там руководство этой газеты. Государство светское, оно может спокойно в своей стране выпускать газету, где писать, в принципе, что хочет, ну, на том уровне, на котором цензура государства это запрещает. И тут, бац, какой-то человек решает, что нет, значит, я там мусульманин, меня оскорбили, я должен, значит, покрошить сначала, значит, этих вот ребят в газете, а потом дальше вот учитель рассказывал как пример нетолерантности, как пример вот такого, наверное, нездорового развития общества, и настолько перевозбудился юноша, что он решил учителя зарезать. Это сильно всколыхнуло общественность, и, в принципе, есть стойкое желание поубирать максимально все признаки религиозные из цвет, из обычной жизни внутри страны. Хотите вы у себя там делать в доме, в мечети, еще где-нибудь, да делайте вы, что хотите. Но, пожалуйста, в школе, в классе не нужно там вот этого делать. Вот я считаю, это нормально. А мне говорят, что это нарушение свободы девочки носить такое определенное платье, значит, вот, ай-яй-яй, как же это плохо. А закончилось оно случаем, когда в школу все-таки девочка ходила в этой абае. Директор школы попросил, все-таки ее не выгнал с уроков, то есть он просто попросил, не могла бы ты девочка все-таки прийти завтра в обычной одежде светской. На что она на следующий день пришла опять в абае, и учитель, так как он ее предупреждал, он ее отправил домой переодеваться. На что позвонил рассерженный до нельзя отец, и по телефону начал угрожать учителю отрезать ему голову, ну, как это было сделано несколько раз во Франции. За что я всецело уважаю французские власти, что на слова о том, что учителю отрежут голову, они закатали сразу же папу этой девочки в тюрьму, и ему грозит реальный срок и приличный. И это абсолютно правильно. Угрожать такими вещами не стоит. Это абсолютно правильная и честная позиция государства, которая защищает своих граждан, исполняющих закон. Так и должно все работать. Учитесь у Франции. Не хотелось бы, как во Франции. Ой, длинный такой сложный вопрос. Я, например, счастлив, что могу летать в шортах, ходить в шортах. И, например, был случай, когда меня звали там в Чеченскую республику, полетать на планере или там на параплане. И я говорю, а в шортах можно? Говорят, нет, почему? Ну, типа не принято у нас в шортах ходить. То есть, в принципе, Российская Федерация, в которой я тогда находился, это светская страна. То есть там в Конституции написано, что это светская страна. В которой, да, есть регионы, в которых нужно какие-то что-то там уважать, капельку. Но, в принципе, я как гражданин светской страны, извините, ну, в данном случае, я не гражданин. Ну, неважно. Я приехал, я прочитал, светская страна, значит, понимаешь, что в любую часть этой страны я, наверное, приеду в шортах, и меня оттуда там нигде не выгонят. Нормально? Нормально было бы. Но вот, пожалуйста. Или вот это вот двуличие бесит, на самом деле, сильно. Но самое худшее, что бесит, это, в данном случае, наверное, наглость определенного региона, относительно остальной части страны. Ну, посудите сами. Сжег мальчишка Коран. Ну, сжег. Ну, бывает. Есть законы. По закону страны, в которой он живет, он должен получить какое-то наказание. И должны судить его, наверное, судьи какие-то. Совершил он свой поступок в Волгограде, допустим. Значит, его в Волгограде и судить должны. Но его берут, перевозят в Чеченскую республику, где к нему приходит президент Чеченской республики со своим сыном, и сын бьет этого парня. Ну, понятно, что юноша сидит, извиняюсь, в тюрьме. Ему делать абсолютно нечего. Если он будет сопротивляться этому сыну Кадырова, так его еще фигачат еще больше. Поэтому, как мог, там голову защищал, еще что-то. Короткое видео, на котором сын Кадырова Адам избивает подследственного Никиту Журавеля, по мнению экспертов, наглядно демонстрирует отношение главы Чечни и российской власти в целом к действующим законам. Не хотелось бы, как во Франции. Человека, который не может за себя постоять, не может ничего сделать, он его бил. Это не поступок мужчины, как говорит его папа. Это поступок человека, который по-другому не может. Не может защищать свою религию словами, делами умными какими-то. То есть, сила кулаков – это самая последняя вещь. И если мусульмане считают, что они должны защищать свою религию кулаками, а не диспутами, например, то это вот не совсем правильно. Юношу надо наказать. Ну, конечно, не так. И мне дальше очень интересно, чем закончится эта история, потому что, если в Российской Федерации есть закон, что, в принципе, довольно сомнительно, сколько народу посадили честного в тюрьмы по каким-то совершенно дебильным обвинениям о фейках об армии или еще что-то. Ну, если хоть какая-то еще идея, что закон в этом государстве существует, эта идея присутствует, то сына Кадырова должны наказать. И я буду, я не гражданин этого государства, в принципе, мне все равно, но я буду, как человек, житель планеты Земля, крайне, так сказать, рад, если юношу накажут. Накажут за поступок тот, который он сделал. Он сделал нехороший поступок. Он, возможно, еще не осознает этого, потому что он еще молодой. Но, конечно, он живет в определенной среде, где вот это вот побить кого-то, это вот очень прям правильно. Могу сказать, что никогда это не идет на пользу государству. Например, в свое время мы очень много ездили в Донбай, в 97-м году был первый раз, и место мне дико нравилось, и люди нравились, и приветливые, и добрые, и отзывчивые, и на корме поселят и так далее. Но об этом замечательном крае очень сильно испортили впечатление как раз юноши, которых основная идея была подраться. То есть они пришли для того, чтобы побить, так сказать, набить друг другу морды. Ну, в данном случае не друг другу, а нам, параплодинистов. То есть они пришли, и мы им не понравились, мы летаем, мы чего-то какого-то странного хотим. А они хотят показать, что они сильнее, им там скучно. Я не знаю, я не знаю, откуда бралось это воспитание, но юноши просто нашли повод зацепиться. Ну, в данном случае приставали к девушке, за которую вступился один из параплодинистов, и попросил не приставать, потому что он спросил, хочешь с ними пойти? Она говорит, нет, не хочу. Он говорит, ну ведь не хочет. Отпустите ее, пожалуйста. Это было днем. Они говорят, ну мы тебе вечером все расскажем, что нужно делать. И дальше устроили мерзкую, жуткую драку совершенно вечером. Милиция была, опять же, на стороне вот этих вот подонков, и вместо того, чтобы просто все это закончить, еще и добавило приключений, побив там несколько параплодинистов. Один уронил часы, наклонился им, Шеренков Сережа, ему в морду зарядили с ноги вот этот вот милиционер ботинком. Дальше еще что-то там, кто-то кого-то топчет. Валерию Федорову, Федотову сломали челюсть так, что ее там собирали хирурги из кусочков Маркова. Язык запал, он задыхаться начал, и мы его там спасали, как-то какое-то искусственное дыхание пытались сделать. Дочь его плачет, который 16 лет и висит, это ужас, как папа умирает. И вот это все наделали вот эти ребята, такие, у которых доблесть просто побить друг друга. Такую, которую, наверное, воспитывает в своем сыне глава Чеченской республики. Но я не знаю, насколько это правильно. Я считаю, что в государстве должен быть во главе закон, а не причуды какого-нибудь руководителя. Я сегодня закон. Если будет так, то в этом случае вы в следующий раз будете все ходить, ну не знаю в чем, вам скажут нарядиться во что-то, вы так и будете ходить. Не хотелось бы, как во Франции. Когда пенсионный воздух во Франции подняли, пытались поднять, было огромное количество протестов, люди про это, так сказать, говорили, пытались что-то поменять и так далее, и тому подобное. Ну, почему пенсионный возраст нужно понимать, надо тоже понимать, что и без этого никуда не денешься. Неважно, люди протестовали. Как это было в Российской Федерации, в которой, как это, вы же не хотите, как во Франции. Был футбол, на время футбола запретили митинги и все остальное, и спокойненько присунули пенсионную реформу. Так чпок, и все. Президент говорил, что никогда не буду повышать возраст, он вообще много чего говорил. А тут раз, чпок, и оп, и все, и даже никто не пикнул. Не хотелось бы, как во Франции. И че? А сейчас, в связи с новыми законами, никто пикнуть вообще не может, потому что дискредитация армии, оскорбление чувств верующих, еще чего-нибудь, мы принимали кучу законов, за которые можно человека закатать любого. Вот было бы желание, человека закатают, объявят инагентам, там еще чего-нибудь. Обычно большого массы людей это не касается, но люди, которые хотят что-то менять, о чем-то говорить, что-то делать, они постоянно ходят под риском сесть в тюрьму по тому, по тому, по тому и тому поводу. Поэтому, как бы, если вы не хотите, чтобы было как во Франции, ну тогда будет как в Российской Федерации текущего броса, что это медленно, но уверенно скатывается в настоящее, тоталитарное полицейское государство с вечным президентом, ну, по сути, царящим беззаконием. Потому что, там, не знаю, можно девочек, которые хотят жить нормально, и прилетают, например, девочка, ей 24 года, она, в принципе, свободный человек, она может путешествовать по миру, она может учиться, как хочет, она свободна, этот человек разумный, и тут ее забирают, например, в Москве в милицию, и отдают чеченским, каким-нибудь силициевым, которые перевозят ее назад, допрашивают по делу о том, как она, по какому-то там делу, например, и отдают приехавшим членом семьи, она, зачем отдавать, она может спокойно сама передвигаться, ей 24 года, но вот нужно отдать, потому что так принято, потому что нужно вернуть семью, потому что она уехала от того, что на дне вершится какое-нибудь семейное насилие, ей нужно так-то, так-то и так-то, вот эта середневековая дикость меня больше всего на свете бесит, и я категорический противник вот этой всей штуки, я, вот с неба, у меня сегодня вот эта вот новость про эти платья, там, кто-то мне написал, она меня взбесила, мне хочется выговориться, что больше всего на свете бесит, что часть мира хочет вернуться в это средневековье, там, не знаю, в том же Израиле, друг писал, говорит, представляешь, тут идет толпа, и там ла-ла-ла-ла, что-то там, какие-то конфетки раздает, и задает вопрос, а вот как вы к этому относитесь? Он говорит, да как отношусь? Я отношусь к этому так, что, есть люди, которые хотят жить на минус 700 лет по каким-то странным законам, по каким-то там, ну, хотят они там жить, да пусть живут, ну, пусть не лезут к людям, которые хотят жить нормально. Ой, больная тема на самом деле, не знаю, как, как бы, что еще по этому поводу просто сказать, но, для меня, избыток религии, это способность, знаете, как робот, вот вчера мы с Максом собрали робота, он, кстати, в принципе, во многом оказался разумнее, чем некоторые люди, он поздоровался с Максимом, сказал, привет, Максим, что ты хочешь со мной сделать, вот, если хочешь это, нажми на кнопку, такую, если хочешь это, на такую, Макс нажал, но робот говорил на французском, я французский понимаю, хуже, чем Макс, Макс отлично с ним справился, дальше они с роботом начали дружить, у робота какой-то набор программ, но Макс был в диком восторге, что механическая штука, да, понятно, что у него заранее, там, запрограммированы все слова и прочее, вы знаете, что появились эти чаты GPT, которые там, искусственную интеллекцию это делает, но я был сам удивлен, насколько грамотное программирование робота способно доставить, там, тоже удовольствие ребенку, который берет и общается, там, с роботом, его спрашивают, как у него зовут, Макс отвечает, потом он спрашивает, а что ты хочешь, Макса, потанцуем, ну, с роботом потанцевали, там, огонь, вот, так вот, религия часто создает, именно, вот, таких роботов, когда не нужно думать, когда все изначально, ну, как сказать, прописано, что ты пришел, вот, биологический автомат, ты там родился, дожил до какого-то возраста, потом, бац, пошел в школу, потом тебе нужно жениться, жениться нужно так, как папа с мамой скажут, так сказать, до свадьбы ничего нельзя, ну, естественно, потому что нельзя, но, когда хочется, ну, тогда возникают отличные средневековые традиции с осликами, знаете, анекдот, когда директор школы, а, женщина какая-то прибегает, директор с рожей уже, товарищ директор, товарищ директор, там, там, там дети, 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 что дети, там дети ослика, ослика вот на заднем дворе, вот они с осликом, говорит, а какой ослик? Белый? Не, черный, а, черный, это детский, не хотелось бы, как во Франции. В каждой таком анекдоте есть доля шутки какая-то, но если какие-то такие традиции возникли, они тоже возникли откуда-то, если мы уж возвращаемся к средневековью, ну, давайте, значит, до осликов дойдем, ну, что, почему бы не легализовать, так сказать, общение с осликами? Она же есть в традициях определенных, так сказать, народов, ну, есть, про это, ну, анекдот с пустого места не вырастет, там, опять же, классический анекдот, я уже как-то эту тему подымал, не буду рассказывать анекдот, только скажу, зачем человеку, который, значит, решил погулять по горам и, так сказать, пообщаться с козой, на болотные сапоги, зеркальце и яблоко. Это тоже анекдот, но основан на реальных событиях у меня друг Артур, он постоянно его очень ярко рассказывает, ну, потому что, опять же, много воевал в той местности на время некоторых войн, и, соответственно, все традиции, общения, история, анекдоты знает. Вот такая тема. Я не против наличия религий, естественно, потому что каждый, как он хочет, чем хочет, занимается, но я против, чтобы это, к этому принуждали, чтобы, например, девушки, выросшие в какой-то стране определенной, обязаны были, ну, не знаю, меня больше всего Иран возмущает, потому что, там, дошло до того, что можно человека пришибить за то, что какую-то одежду неправильно не носит, но это же просто маразм, но при этом нормальная, хорошая, адекватная страна из-за этой исламской революции каких-то годов скатилась в мокровой средневековье. Ну, живут люди, ну и живут. Ну, конечно, я бы так жить не хотел. Я, в принципе, живу там, где я выбрал, мне здесь нравится, и я очень уважаю, и меня больше всего нравится, что именно светское государство. Это везде подчеркивается. Хотя, вот, например, Макс учится в школе. Вот у нас школа, вот город Серп, и там в школе разного распорядания, опять же, видно, тут визуально, что там, по крайней мере, мама приводит мальчика в школу, она определенным образом одета, она в школу саму не идет, поэтому одета определенным образом, а мальчики и девочки нет, они одеты, как положено, в школе. Школа бесплатная, мало того, завтраки бесплатные, образование, кстати, с трех лет, то есть, в три года Макс пошел, сначала, ну, там, младшая школа, причем это обязательно, если ребенок не ходит в младшую школу, то родители должны обосновать, то ли он на домашнем образовании, то ли еще что-то, то есть, это должно быть, органы опеки, естественно, сразу на это реагируют, и спрашивают, а как вы планируете, что вы хотите, это тоже очень логично, то есть, кстати, вот к вопросу о социальном государстве, как раз Франция, максимальное социальное государство, то есть, школа бесплатна, медицина часто бывает, в основном оплачивается все, то есть, не 100%, а, допустим, 70, что-то 100, а что-то там, допустим, 70, ты тогда 30 платишь, это, наверное, стимулирует не болеть себе болезнью, на всякий случай, и не заниматься восторженным лечением, хотя есть расширенная страховка, там доплачиваются какие-то небольшие, большие деньги, тогда становится все абсолютно бесплатным, и можно болеть на здоровье. Минимальная зарплата полторы тысячи евро, много это или мало? Ну, в принципе, конечно, не очень много, но с другой стороны, я не скажу, что и мало, то есть, по крайней мере, это полторы тысячи евро, то есть, вот, и пенсии тоже достаточно высокие, там, в районе тысячи, там, и выше, это минимально, это не то, что там, понятно, что если вы хорошо работали, то у вас и пенсия будет большая. По поводу налогов, говорят, что здесь, да такие налоги, что вы тут сдохнете, это часто, вот это пропагандоны, которые там любят, вы уж не хотите, как по Франции, нет, друзья, налоги здесь, при определенном уровне доходов, очень низкие, если у вас доход, полторы, как раз, тысячи евро, на члена семьи, то по факту налогов-то вообще нету. А дальше, да, шкала прогрессивная, то есть, если доход больше, то один уровень налогов, если еще больше, еще больше, а когда там, ну, в общем, больше всего берут самых богатых. Ну, разве вы представляете, чтобы в самой лучшей стране мира, в Российской Федерации, с богатых брали больше, чем с бедных? Нет, такого не будет. Не хотелось бы, как во Франции. Но надо уважать французов за то, что большое количество французов ворчит по поводу налогов, но их платят. И это является как раз моментом патриотизма какого-то. То есть, я француз, я буду платить налоги в своей стране. И это правильно, по меньшей мере. И если бы такой патриотизм был у определенной части населения той страны, откуда мне пишут, что Волгар, посмотри, какие платья здесь запретили, то я думаю, что тоже было бы все хорошо. Так, я даже не знаю, что еще рассказать веселого. У меня, кстати, есть примеры очень нехорошие с точки зрения, но это не классических религий в стиле, там, там классика христианства, там, иудаизм, мусульманство, еще что-нибудь. А, например, сектанство какое-то. Мой друг, это было лет, наверное, 15 назад, что ли, даже до нее побольше. Ну, неважно, мой друг, коллега, с которым мы много летали, вдруг у него жена увлеклась каким-то там сектантством. понятно, классика, что вот вы там, мы просекли фишку, он говорит, Игорь, я просек фишку. Если, значит, делать так-то так-то, то мы, значит, попадем туда-то, туда-то, и там не умрем, а будем жить вечно, или там спасемся, ну, что-то вот такое. и нужно, значит, вот, нужно, кто просек фишку, тот и спасется. Я, конечно, у меня волосы дубом, думаю, ну, что же человеком-то стало, а он все, играл на гитаре, бросил играть на гитаре, продал параплан, вообще, то есть, ну, вот так вот, и дальше ходят только на полеты, я говорю, слушай, но на полет ты зачем хочешь? Мне нужны ресурсы, мне нужно зарабатывать деньги, чтобы, значит, нести, ну, в данном случае, в секту, или что-то там покупать, и так далее. Больше всего меня, конечно, впечатлило, когда он мне на день рождения подарил четырехтомник своего вот этого учителя, вот столько вот книг, вот реально четыре тома, и я представляю, сколько это стоит, и он сделал это абсолютно с искренним желанием помочь мне, чтобы я там, ну, как это, просек фишку, и все-таки тоже не покончил свою жизнь бесследно. Ну, я открыл, каждый том на середине, волосы под моей, ну, спанамку я тогда не носил, стали немножко дыбом, я бодренько отнес, аккуратненько это все, так сказать, на помоечку, извиняюсь, но, а попустило потом моего друга, он через где-то полгода, так сказать, когда, ну, я уже в подробности извинить не буду, это лично сдаваться, в общем, попустило, все стало хорошо, гитара вернулась, и полеты, все, это тот случай, когда, можно сказать, удачно вышел. У меня был опыт общения с саентологами, допустим, тоже на эту тему я сильно распространяться не буду, но, это, кстати, достаточно жесткая штука, из которой крайне сложно выпрыгнуть, и если вы не накопили достаточно большого количества критической информации, это невозможно, то есть, если в саентологию человек попал, то он поддерживается в таких достаточно тепличных, удачных условиях, и сам условия эти формирует вокруг, добывая ресурсы из окружающего мира, успешно достаточно, что вот этого критического какого-то момента, чтобы спрыгнуть с этой иглы, не возникает. А дальше, сама идея, что с человеком работают по законам обычной психологии, побеседуют о своих проблемах, грамотные и так далее, то в принципе жизнь улучшается, потому что у тебя начинают меньше эти проблемы какие-то доставать, там то-то, то-то у тебя, у тебя разрешились какие-то моменты, ты лучше общаешься с людьми, за счет этого ты лучше работаешь, зарабатываешь больше денег, и тебе показывают, слушай, чувак, ну ты посмотри, ты пришел к нам гол сокол, там не знаю, в одних штанах и так далее, а ты сейчас глянь, что у тебя есть, вообще уже встал огнем, конем-огнем, плюс тебе сначала говорят, что там пройдет тысяча часов занятий, и ты станешь там богом на земле, сможешь не болеть никакими болезнями, быть умным, как, ну в общем, и так далее, и ты думаешь, а вдруг, вдруг прокатит, но через год, через два, когда ты там уже назанимался, тебя плавно подводят к идее, что, чувак, ну ты понимаешь, что ты не одну жизнь живешь на земле, а уже много, и мы почистили тебе эту жизнь, ну, там у них целая система эти, граммы чистят там с этим аудитором, наберите в Википедии любую религию, в том числе и эту, и поржете в сласть, потому что Википедия, по крайней мере, штука, которая, как сказать, описывает, но описывает достаточно красиво, то есть она и с той стороны описывает, с этой, то есть можно составить нормальное мнение, то есть адекватное на эту тему. Ой, так вот, живете вы правильно, но не первый раз, и зря, и вот мы вас научим, значит, как обойти ловушки сознания, которые там на Фобосе, Деймосе какому-нибудь живут, и там человек помер, дальше вот, и засунули в какое-нибудь тело новое, и давай мучиться дальше. Ну, Земля, это, понятно, планета поселения, мать ее, туда ссыльные души какой-то галантический ампиатор засунул, ну, то есть, вы сейчас слушаете, как бред, на самом деле, на определенном этапе в это верят, правда, могут сказать саентологи, что это придумали, чтобы как раз опорочить саму религию, не буду сдаваться, я могу сказать, что я в этой хернёй занимался два года, ну, скажем так, в силу семейных причин, и, слава тебе, Вселенная бросила это дело, выскочил, и накопить вот этот критический опыт мне помогла, как ни странно, научная фантастика, то есть, основатель этой религии Рон Хаббард написал отвратительную книжку «Поле битвы в земля», но он написал до фигища всего, но одна из книг «Поле битвы в земля», и мне эту фантастику давали как вообще супер-пупер, а написанная таким галеным языком, примитивным, там, мальчик гудбой, там, отважно, там, рыгающий каких-то этих, захватчиков, так сказать, победил с силой своего разума, потому что он такой умный, потому что он землянин, а это вот рыгающие инопланетяне, раса рудокопов, как, и когда я, так сказать, эдитора своего спрашивал, слушайте, а как это вообще вяжется, то есть, что это за фигня такая, как вот такой человек, который вроде такой гениальный, написал такую пургу, а это не пурга, это было на самом деле, там, почти, там, надо было написать очень быстро, для, там, каких-то, например, тупых американцев, говорю, почему американцы тупые, ну, типа, они тупые, ну, я не считаю тупыми, почему, есть же фантастика прекрасная, Шекли, Хейнлайн, там, Брэдбери, то есть, отличная фантастика, высшие пробы, а тут чувак пишет какую-то пургу, ну, вот, вот этой пурги очень много, и, это было один из камушков, набрав которые, ты создаешь критическую массу, дальше отряхиваешься, вот так и думаешь, нихера бль, это, где, где я был два года, так что, и такой опыт есть, на, не лезьте в это все, никто не говорит, что не нужно верить, не знаю, в какую-то религию, да нужно, почему, очень многие религии к чему-то хорошему учат, но мне кажется, что нужно в этом случае брать что-то хорошее реально, и стараться, минимизировать воздействие плохого, то есть, если вам, вас заставляют слепо во что-то верить, это неправильно, особенно во что-то плохое, особенно еще за эту веру сражаться, то есть, это совсем, убивать один человек другого за какую-нибудь веру, за интересы, какой-то кучки церковников, или олигархов, или еще кого-нибудь, это старо как мир, поэтому друзья, не теряйте разум, человек важнее религии, быть человеком важнее религии, собственно, религия воспитывает человека, быть человеком, а бить, это неправильно, это слабость, человек, который бьет другого человека, слабый человек, значит, ему не хватает силы слов, силы разума, человек, существо разумное, и нормальный человек должен уметь объяснять, рассказывать, убеждать, вот это главное, так что учитесь разговаривать и учитесь быть человеком, людьми, до новых встреч, уважаемые любители легких видов спорта, поборитесь за свою страну, попробуйте сделать так, чтобы в ней хоть раз закон сработал, ревуар. Редактор субтитров А.Семкин